В месяц в общество по защите прав потребителей обращается больше 200 горожан, каждый десятый с проблемами по займам. Берут мало, возвращать приходится в разы больше. Что такое микрозайм, можно ли снизить сумму долга, расскажет Ирина Корнюшина, начальник отдела по защите прав потребителей. В городе Междуреченске действует несколько микрофинансовых организаций. Это организации, которые выдают гражданам краткосрочные займы. Обычно это займы до года. Это удобно многим гражданам. То есть сумма небольшая, и человек понимает, что скоро получу зарплату, деньги я верну. Они так и называются, бывают, что займы до зарплаты. Когда гражданин займ берет, он должен понимать, что проценты по договору займа будут начисляться на период действия займа. То есть, если займ был на неделю, то проценты по договору будут начисляться в течение недели. О чем это говорит? Если гражданин деньги в установленный с договором срок вернуть не в состоянии, приходит в организацию, и ему предлагают продлить договор займа, этого делать ни в коем случае не следует. Потому что продление договора займа, оно приводит к тому, что проценты будут начисляться в течение срока продления. В результате и складываются ситуации, когда гражданин брал 10 тысяч, а вынужден дать 500 через год. Кстати, проценты могут быть взысканы только в размере трехкратной суммы займа. То есть, если допущена просрочка, то проценты бесконечно не могут начисляться по договору такого займа, а только до достижения трехкратного размера суммы займа.